здравствуйте еще раз у нас сегодня заключительная лекция на тему разработка приложений под linux и я был из копипастил старую конспект прошлогодние лекции когда понял что она чуть менее чем полностью состоит из бла-бла и наверное нам будет это не очень интересно а поскольку лекция заключительная заканчивать на на совершеннейшем бла-бла конечно не хотелось бы в чем пафос пафос в том что мы с вами немножко получились программистской части разработки подлинным и ну условно так сказать общий прикладной до все эти переводы значит документирование вот это все специфика linux как дистрибутива все еще оказалось от нас была в стране мы чуть-чуть краем зацепили этот эту ситуацию когда в прошлый раз делали собственно установщик и и вот в домашнем задании был такая специфическая штука которая которую надо еще объяснять почему она такая специфическая когда мы говорили давайте так вот у вас программа должна установиться в произвольный каталог работать оттуда а еще вы должны суметь программу собирать так чтобы она устанавливалась в каталоге там бинарник в usr bin библиотека usr lib 64 лисер лип допустим данные в юсер шаре ман в юсер шаре ман а значит там переводы в юсер шаре локаль в конкретные каталоги и как и работала как если бы она была установлена в эти конкретные каталоги а значит установилась при этом в какое-то левое место вот это вот последнее требование оно абсолютно непонятно если не представлять себе специфику разработки уже на этот раз не программирование и даже не разработки а дипломент приложение в linux и хотелось бы конечно эту тему поговорить но проблема состоит в том чтобы созданием из со вкусом дела и сознанием дела говорить на эту тему к сожалению нужно себя представлять примерно примерно вот это все да и тем самым мы запускаем очередной чуть был не запустили очередной конкурс очередной шоу впихнуть не впихиваемые и мои вот я видимо понял что надо впихнуть в эту лекцию еще больше и понял что так делал не пойдет вот поэтому я по сегодня покажу как мне хотелось бы надеяться хотя бы частично понятный механизм собственно сборки пакета под линус дистрибутив по возможности поясню что при этом происходит а какие-то вещи совсем непонятные спрашивайте в комментариях или смотрите сами потому что на самом деле повторяю дистрибутивы linux у меня даже целый курс такой был да то есть это довольно большой объем знаний который вот в полной мере не то что в одну лекцию не вставим не вставишь а даже вот в несколько не вставишь да то есть предполагается что какими-то знаниями мы здесь присутствующие обладаем какие-то на интуичем а какие-то придется искать где-то снаружи вот значит в чем идея сегодняшнего разговора идея стоит в том что мы попробуем посмотреть как уже готовый проект взятый откуда-то со стороны превращается в пакет для linux вот а потом посмотрим что это значит первое и главное что нам нужно решить когда мы хотим заняться внезапным превращением исходников в пакет для linux это что будет для нас где мы организуем сборочное окружение если мы разрабатываем 123 каких-то проекта то нам вполне нормально установить сборочное окружение прямо прямо на свою машину ну что нам понадобится там пишем например мы программисты на си значит нам нужен компилятор си вот компоновщик отладчик какие-то значит библиотечки девел версии с которыми мы наш проект пишем да и к ним значит тоже дебаг инфо и в общем то на этом все если мы собираемся взять совершенно произвольный проект который не важно неизвестно на чем написано неизвестно с какими библиотеками то пытаться его собрать на своем родном компьютере это в общем занятие такое ну я бы скажу я бы сказал то чтобы опасное но мусорное то две три четыре пять таких попыток и у вас операционная система будет состоять из установленных каких-то пакетов которые вам отродяясь не нужны которые вы поставили потому что они поставились сами по зависимостям когда вы собирали что-то в прошлом году или в позапрошлом и больше оно вам тоже не нужно и который надо еще удалять выяснять надо ли их удалять или все-таки это нужно короче говоря любой любой эксплуатации компьютера вида поставим здоровенную пачку софта удалим здоровенную пачку софта всегда заканчивается тем что пол пачки этого софта остается на вашем копе навсегда особенно это неприятно для сборочных зависимостей смотри первую первые несколько лекций потому что для разных проектов могут понадобиться очень похожие а то и конфликтующие друг с другом сборочные зависимости которые просто нельзя одновременно поставить в одну операционную систему поэтому есть в общем примерно полтора способа решить эту проблему на самом деле способ 1 это создать некоторое изолированное окружение внутри которого такая сборка будет происходить просто у этого способа есть два пути путь 1 это собственно виртуалки полноценно изолированное окружение или полноценно изолированное окружение за исключением ядра как случае допустим какого-нибудь кто у нас с этим работает квм вот внутри которую мы разворачиваем полностью операционную систему как она есть и там ты собственно и балуемся упражняемся значит мучаемся ставим не ставим делаем все что все что необходимо а если мы доведем эту 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 окружение до какого-то состояния что у нас станет каким-то ну совсем кривовато мы его удаляем и создаем новое это первый способ он хорош тем что в общем для него ничего не надо нас есть в составе наших линукс и стрибутивов изрядное количество разной степени баланса между виртуализации изоляции окружений начиная докера странненького вот да вот почему то вот вот уже двое вот уже двое здравствуйте александр просто люди видимо подтягиваются потихоньку начиная докера которую в общем на самом-то деле для другого нужен но у него есть такой инструмент и заканчивая полноценными виртуалками в которой можно просто поставить операционную систему там просто значит прям поставить да или и там эксперименте и этот способ он значит не хорош вот чем допустим мы развернули какое-то окружение изолированное и в нем значит что такое собираем устанавливаем смотрим как современные инструментарии работы целью на окружении работа отвечает на два вопроса вопрос первый вот мы поработали собрали что-то как сделать так чтобы когда мы будем в этом же окружении собирать следующий какой-то продукт результаты нашей предыдущей сборки не повлияли на результаты о нашей следующей ну правильный ответ никак надо окружение развертывать с нуля а это значит что штуки типа виртуалок нам не годятся или точнее так нам придется делать какой-то снапшот до всего потом значит ставить окружение руками потом проверять что все собралось а потом восстанавливаться с этого снапшота чтобы заново не переразворачивать а то это долго вот и второй вопрос на который нужно ответить это чудес суперпользователем в этом случае ну понятно что в виртуалке совсем виртуалки суперпользователь он что хочет то и делается вот но идея как раз стоит в том что действия которые нам необходимо проделать от суперпользователя это действие опасные их надо контролировать за ними надо следить и так далее вот в разных сообществах по разному эту задачу решаются есть очень много инструментариев по организации подобного рода окружения вот и еще полспособа состоят в том чтобы самому спроектировать такое окружение которое бы отвечало именно поставленным задачам первое отсутствие влияние как хост системы так и следов предыдущей сборки на последующем чтобы когда мы разворачиваем вот это окружение для сборки она в точности было чисто и ни на что не походим как бы ничего не зависело более того не зависело настолько что вот как как это сказать нельзя было допустим запустив какой-то волшебный процесс снаружи повлиять на то что происходит внутри обратная ситуация еще более важное отсутствие ну то есть первая ситуация там понятно что это может собрести только при определенных условиях то что ты запускаешь понять дело что ты на это влияет но вот в обратную сторону до возможность повлиять из окружения на хост систему и эта ситуация должна быть строго контролируемая и строго элиминированно как по-русски от нее надо избавляться значит это связано с тем что тот софт который мы собираем уже там есть какие-то сборочные сценарии да там что-то происходит запускается и мы в общем не если это не наша программа какая-то чужая в общем не знаю что там запускается и не готовы за это вот прям мама отвечать вот и вторая второе требование она вытекает из первого чтобы вообще никаких действий от рута в таком окружении нельзя было делать вот опять таки есть несколько на этот счет различных инструментариев традиционно в сообществе altynux team используется инструментарий который называется хэшер вот он делает ровно то о чем сейчас было сказано то есть организует изолированное окружение без возможности вообще без использования прав супер пользователя совсем и с доказанным отсутствием после действия то есть отсутствием влияние одной сборки как на последующую сборку так на так и на уход систем вот по сути это просто обычный чрут обычная манипуляция си группами линуксовыми плюс волшебная библиотека fake root которая позволяет команде думать что ее запустили под рутом выполнять действия от рута например удалять или устанавливать файлы а при этом это все происходит с правами обычного пользователя то есть вход системе никаких повышений при лирии вообще не происходит вот а если наша программа должна что-то такое сделать совсем уж от рута такое то то это действие протоколируется и записываться в специальный журнал что вот мол тут знаете там вот ядро нельзя поставить ну там удали удалили каталог какой-то из юсер ну удалили все большего не будет всякий раз когда мы в этот юсер ходим нам говорят а тут нет каталога вот с помощью той самой технологии лдприлота который мы говорили некоторое время там у нас вот ну плюс значит некоторые проработанная цепочка по контролю передавания информации внутрь окружения и обратно вот за подробностями я переработаю план лекции потому что видите немножко про другое все с подробностями я сошлюсь на доклады дмитрия левина автора этого со автора ну основного автора этого безобразия вот или не за не безобразие да а пока что давайте посмотрим как это вообще происходит вот мы сейчас развернем это окружение в пустом виде чё что тебе не нравится сейчас секунду я уже забыл низкого уровня команды смешно ну давайте еще раз проверим извините тут какая-то какой-то мусор а вот минус минус к ленатоне секунду все равно не может что ничего не так кто туда зашел и наследил мне кто это сделал кому кому по ушам давать да вот значит что сейчас происходит сейчас создается специальный каталог в котором будет по-быстрому развернуто окружение и в этом окружении мы будем производить свою сборку вот смотрите создался каталог как он назывался хэшер в нем создал специальный подкалод от бокс куда был скопированы нужные пакеты вот дальше эти пакеты были установлены прямо туда внутрь и собственно все да это остальные пакеты клипси там да всякие бенютил с что там еще рпм бил ну короче все что нужно для минимального минимальной работы какой-то системы вот давайте посмотрим что это что это так вот кстати уже все она уже собак окружение уже развернуто то есть это очень быстро вот это место куда делается системный вызов чрут и который работает нам вот таким изолированным окружением для сборки как видите пакет туда сразу вон 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 уже туда 140 штук приехала пакет туда некоторые ставится сразу сейчас там нет ничего что нужно для нашей сборки но зато и место она занимает не в общем много вот что но как-то пол гигабайта почему-то занимает но видимо туда приехали какие-то логлип сил а непонятно почему он занимает пол гигабайта ну давай кто там столько сажал ладно сейчас посмотрим вот в любом случае это как видите произошло достаточно быстро как видите обычному пользователю это как раз часть вот этих огородов про непроходимость информации кое-какие каталоги в этой системе недоступны вот и если внимательно посмотреть внимательно посмотреть на список этих пользователей а внезапно окажется что у нас есть два пользователя джорджа и джордж б где он тут вообще а его тут еще нету потому что Вот он, George B. George A работает рутом, George B работает обычным пользователем. Поскольку эти два пользователя не равны пользователю George, у них разные user ID, давайте посмотрим. Соответственно, George 501, George A 502, George B 503. Соответственно, обмен информацией между ними возможен только в случае, если они все с этим согласны. При этом George A не является рутом, но с помощью той самой технологии FakeRoot мы будем думать, что именно это и есть рут. С точки зрения хоз-системы мы увидим все очень чисто, мы не увидим никаких запусков приобреленных команд, а увидим вот такое. Теперь, если мы хотим собрать, как я уже сказал, пакет. Я сейчас начну где-то с середины, потому что иначе мы просто забуримся в бездну этих знаний. Но я надеюсь, что эта середина будет вам относительно понятна. Я начну с готового пакета, потому что все равно мы не знаем ничего в достаточной мере про его внутренности этого готового пакета. Нам интересен сам механизм. Кстати сказать, если я сейчас хожу в хсхл, то я попадаю в тот самый каталог хашерчрут, в тот самый каталог usr-срц, который является хомом для пользователей suiden503. его теперь зовут билдер. И обратите внимание на то, что пользователь, который как бы root, у него на самом деле уит-502. То есть, почти нет тут каталогов с правами root, кроме дева, но дева он просто смонтирован. Вот. Ну, как видите, тут ничего нету и, в общем, плохо видно. Вот. Ну, да. Значит, что мы хотим... При этом происходит черут и переход туда. Что мы хотим сделать для того, чтобы произошла сборка? Мы хотим поставить в этот пакет, в это окружение еще немножко всяких пакетов, для того, чтобы там можно было собирать. При этом, внешняя сторона, то есть, хоз-система не изменяется. Стало ли мы можем валить туда, что хотим, лишь бы места в этом самом черуте хватило. Вот. Кстати, давайте убедимся, что тут действительно... Да, действительно полгигабайта какой-то ерунды. Но, в основном, это всякие глипси-локали, они очень много жрут почему-то. Перевод глипси на разные языки. Соответственно, поставил туда много всяких пакетов, достаточных для того, чтобы там внутри организовать сборочную среду. Вот. Значит, чем мне хочется? Мне хочется... Знаете, чем мне хочется? Мне хочется вот этот файл туда перекопировать. Он большой. Так, а нельзя ли его туда передать прямо так? Колер. Колер – это Джордж. Это тот пользователь, который... От лица которого запускается сборочная система. Давайте мы сделаем так. О, отлично. Все. Значит, это я сделал для того, чтобы вам было видно, чтобы черный на синим, синий на черном не рисовался. Вот. То есть, обратите внимание на то, что у нас есть волшебный пользователь Builder, у которого есть Home, совпадающий с USRSRC, внутри этого черта. И этот Home вполне себе нормальный. То есть, из-под него запускаются всякие... Вот видите, я подсунул туда DERCOLOR, DERCOLOR всосался там. Входные сценарии, настройки редактора VIM туда можно скопировать. И вообще все, что угодно, можно засандалить. Фактически можно сделать полностью эквивалентный каталог в хэшере, полностью эквивалентный вашему домашнему, скопировать туда все, что вам нужно, поставить туда все нужные вам пакеты. А делается это так. Ну, например, hshe install vim консоли. Ой, надо было минусовое сказать. Ну, неважно. Вот. Это просто abget install, самый обычный. Точнее, нет. Это похоже, что все-таки RPMI. Ну, неважно. А, может и abget install. Неважно. Короче, мы взяли и поставили стандартным путем, путем, на самом-то деле, вот, совершенно стандартным путем, поставили несколько пакетов туда внутрь, и теперь там есть VIM. Вот. Ну, или ZSHEL туда можно поставить. Ну, вот такого сорта установка можно делать. Кроме того, мы, наверное, хотим туда поставить пакеты, необходимые, собственно, для сборки, чтобы не делать это повторяю на хозсистеме. Ну, какие пакеты мы хотим поставить? Ну, ГЦЦ какой-нибудь, да? Заодно посмотрим, какой. Ой, а он там есть, что ли? Хорошо, есть, так и есть. Какой-нибудь гид. Хорошо. Во. Гид поставился. Давайте попробуем. Вот это VIM, а это гид. Вот. Значит, а, ну, как видите, сетевых утилей тут нету, да, и вообще с сетью тут все очень плохо. На самом деле, для того, чтобы здесь запускать гид, нам, видимо, понадобится еще, чтобы сеть работала по умолчанию, сеть там не работает. вот, ну, то есть, ну, правда, у вас. А, тут вот сеть развернулась. Это хорошо, что она развернулась, по крайней мере, будет работать. Вот, а ну-ка. Сейчас я подумаю, как это правильно сделать. Мне кажется, что не нужна нам сеть. Не нужна нам сеть, и мы сейчас возьмем какой-нибудь SRPM. Бой, рефал. Язык программирования рефал. Я даже не знаю, то есть, ну, хорошо, рефал 2. Давайте. Я не знаю, соберется ли он, но я надеюсь, должен собраться. Вот. Это единственное место, куда в черуте я могу скопировать свои пакеты, потому что все остальные на запись пользователю обычному мне недоступны. Там только пользователь B и пользователь A, то есть, Builder и Router, да, колер только вот в этом месте. Ну и хорошо, значит, вот. вот видите, поскольку я совершил черут, то на самом деле вот этот, вот этот in и вот этот slash in совпадают. Вот. Вот. Что такое src-rpm? src-rpm это архив, из которого можно собрать пакет, сопровождаемый всеми исходными текстами, дополнительными, скажем, патчами, тоже собранные в кучку, и так называемым файлом спецификации. Если мы сейчас скажем rpm-i вот этот самый или rpm-installed, да, ну хорошо, минус-i. Вот. То, что он ничего не сказал, это хорошо, значит ошибок не было. И в результате такой операции у нас в каталоге rpm-sources появились дополнительные исходники, в смысле появились собственно исходники, из которых был собран пакет, а именно upstream-ный исходник, патч к нему, и еще один исходник, видимо там у upstream-ного не было makefile, и makefile пришлось написать мне. Я так думаю. Давайте посмотрим. Ну, похоже ли это на makefile, который написал я? Похоже это на makefile, который написал я. И в каталоге rpm-specs обнаружил, при распаковке вот этого SRC rpm-а приехал нам specfile. Specfile – это описание процедуры сборки. Вы можете спросить, зачем нам описание процедуры сборки на каком-то специальном языке, когда у нас есть, например, make. а я отвечу, можно и так. Есть операционные системы, для которых роль файла-спецификации для пакета играет makefile. Вот. вполне возможно. Просто вот конкретно в сообществе Linux принято вот этот формат, который в свое время в на рубеже тысячелетий, типа году в 2000-ом был перенят у операционной системы Mandrake, которая в свое время в году значит 90-каком-то была отпочкована от тогдашнего RedHut, который был просто комьюнити, а не то, что сейчас. В общем, это было все очень давно, в прошлом тысячелетии. Ну и с тех пор как бы RPM развивался, совершенствовался. Вот формат спецификаций, который мы сейчас посмотрим, дожил до сегодняшнего дня. Давайте посмотрим на него. Как выглядит формат спецификаций SPEC для пакетов формата RPL? Желтеньким обозначены поля, имя, версия, релиз, это значит версия обстримная, то есть какая версия ему в обстриме дали этому программному продукту, а релиз это версия того, версия сборки, номер сборки, монтейнер, то есть человек, который собирает этот программный продукт для данного комьюнити, первый раз собрал версию 0.2.3, поэтому она называется 0.2.2. Кстати, давайте посмотрим чей-то жлоб, как там этот человек упражнялся. Человек вообще ничего не делал, у него чей-то жлоба нет. Слушайте, это плохой, плохой SRC-RPM, давайте какой-нибудь другой поставим. Сейчас, секунду. Я думаю, что он еще не готовый, у нас их много разных. О, отлично, сейчас что-нибудь найдем здесь, такое не слишком страшное. А, вот у нас есть рифал 2, только рабочий. Давайте вот этот возьмем. Скажу, в чем разница. Вот тот, который мы сейчас видели, судя по тому, что у него нет чей-жлога, это промежуточный какой-то файл, который не похож на правильный. файл, как бы не бывает, не бывает без чей-жлога пакета, поэтому давайте мы вот этот скопируем туда и будем работать с ним. сделаем точно так же, rpm-i .in alt2 Вот. Что сейчас произошло? Мы взяли, переразвернули вот этот src-rpm, то есть архив с исходниками и дополнительной информацией, необходимой для сборки пакета. Все те же места, все те же файли легли на те же места, просто они более обновленные, они более новые версии. Не alt1, сборка alt2, мантейнер этого пакета, что-то поделал над исходными текстами и в результате появилась новая версия пакета со старой версией, той же самой версией в AppStream, но новым релизом, потому что что-то изменилось. Ну, что там могу измениться? Наверное, патчи добавились. Да? А это что? А это старый. Это ненужный файл. Вот этот правильный файл. Вот. Давайте туда заглянем. Ну вот. Давайте заглянем в чинжлог. Ну вот, хотя бы так. Вот, видите, этот пакет, мантейнер собирал дважды. Сначала один раз собрал, потом обнаружил, что есть более свежая версия пакета на GitHub. Не так, есть другая версия пакета на GitHub, который проще собирается, то есть версия осталась та же. Вот. Но какие-то изменения были проделаны. Ну вот. И, соответственно, вот это, видите, в позапрошлом году, в позапрошлом году, то есть вот позапрошлым летом, этот пакет собирался. Может быть, сейчас есть более новый, сейчас узнаем. Вот. Значит, как выглядит паспорт пакета? Имя, версия, номер релиза, видите, второй, значит, второй раз уже он уже эту версию собирает. Короткое описание, классификатор, лицензия, кстати, неправильно написано лицензия, такой нет лицензии, надо просто безд было написать. Вот. Сайт. Обратите внимание, что он такой немножко мой. Кстати, давайте на него зайдем на этот сайт. Ну, я даже знаю, что там мы увидим. Мы там увидим исходники. Да, мы там увидим исходники. Вот. И название исходного, и название файла с исходным, с исходным кодом, который, собственно, из которого, собственно, производилась сборка. Вот. А дальше начинается интересность. Во-первых, мы пишем, что нам нужен, нам нужен, о-о-о, какая беда, какая беда, неправильный тоже файл. Что ж такое-то? Это очень старый. Дело в том, что рефал очень старый проект, и я как увидел, что там лютая печаль. Давайте мы что-нибудь попроще. Извините. Да хоть вот это. Хоть вот это. Заодно, заодно дополнительных библиотек по-наставим. Простите, пожалуйста, что я как-то, как-то, мисфорчен. Сейчас еще раз. И так. Мы чего-то... Мы чего-то, значит, напортачили, накопировали какой-то левый ереси в наши нетруд. Давайте мы его переразвернем. А то чего? Вот. Переразвернули. Нет, еще не переразвернули. Сейчас переразвернем. Давай. Пресловутый рефал ушел в лес, потому что это очень старый проект со старым кодом. Он там 2000-00 какого-то года. Давайте мы лучше поставим туда все, что было. Мы хотели гид поставить. Не знаю, зачем нам гид. На самом деле я гид поставил только ради того, чтобы показать, что туда можно все поставить. Ну, на самом деле мы туда сейчас еще будем ставить дополнительные всякие библиотеки, вы все это увидите. Поставим туда Vim и что там еще? Перекрасим. Перекрасим DERCOLORS. Чего? А, CP. Не могу я удалить этот файл DERCOLORS, он принадлежит другому пользователю. Еще раз. Внутри, когда мы заходим в изолированное окружение, все, что там происходит, запускается от другого пользователя, который называется Builder. Вместо ROOTA пользователь ROOTER, неравного пользователю George снаружи, чтобы, не дай бог, между ними не произошло какого-то... Я возьму, запущу здесь с правой билдера что-то. Этот билдер мне распахает что-нибудь от лица пользователя George. Нет, так не бывает. Вот. Что мы хотели? Мы хотели Teclog туда скопировать, да, там, правильно, вот это точно должно работать. Teclog, Teclog, покажи мне Teclog. Teclog. Вот. Это тоже очень старый, старый пакет, но я надеюсь, что он... Ну, давайте ради интереса спросим, какая сейчас версия. Alt 6. Я надеюсь, что он соберется. Давайте это тоже скопируем туда. cp хашер черут а нет, да, черут.in вот, заходим в хэшер, говорим rpn-i вот этот самый .in Teclog и все по новой. Значит, что у нас лежит в rpn-src? Нет, rpn-src. Sources. У нас лежит исходник, из которого все это собирается, и два патча, которые применяются к этому исходнику, ровно в тех смыслах, которых мы патчи вот давеча изучаем. Да? И у нас должен быть сперк. Давайте посмотрим на сперк. Вот, пожалуйста, о-о-о-о, какой старенький пакет. Он когда-то хостился на каком-то на фтп сайте университета Потсдома. да. Вот, как видите, мантейнер последний собирал совсем недавно, в марте этого года. Вот, удивительно, что все еще это работает, потому что там какой-то последний раз этот программ собирался в 90-каком-то году. но тем не менее, значит, вот это из чего собираются исходники нашего пакета, вот это первый патч, вот это второй патч. Обратите внимание на всякие макросы, да, вот у нас name это teclog, значит, здесь teclog, здесь вешен значит 101, ну, в общем, все это вполне понятно. Вот, дальше идет описание нашего пакета, а дальше идут собственно рецепт по изготовлению. рецепт по изготовлению делится на три части, ну, на четыре на самом деле. Первая часть это как развернуть все исходники, вторая часть это как собрать, ух ты, XMKMF, ну, хорошо, будем надеяться, что он заработает, что-то я подозреваю, что без него должно как-то работать. Вот, вторая часть это как собрать эти исходники, третья часть как их установить, и вот куда их установить, это довольно важная штука, мы на этом остановимся. Да, и четвертая часть из каких собственно файлов будет состоять наш пакет. Вот. Давайте попробуем его собрать, хотя я вангую, что у нас это не получится. Но тем не менее, давайте попробуем. Чтобы собрать пакет, нам нужен собственно SPEC-файл, инструкция по сборке и все исходники. Дальше мы запускаем программу rpmbuild вот, с ключиком минус BA, по-моему, rpmspec teclog. Что сейчас произойдет? Сейчас сообразно этой спецификации с этим рецептом, SPEC-ом. Пакет будет развернут, доведен до состояния пригодного для сборки. собран, установлен и из вот этой установки будет изготовлен собственно пакет пригодный для установки в операционной системе. Пробуем. Он говорит, не буду вам собирать. Почему? Потому что у меня в разделе сборочных зависимостей, вспоминаю лекцию про сборочные зависимости, написано, что нужен e-make libex11.dvel libexx.dvel xorg.cf files. Давайте посмотрим, правда ли это. Да, вот они. Вот всех этих пакетов сейчас недостаточно в нашем сборочном окружении и без них RPM просто отказывается даже начинать сборку. окей. Давайте установим хсх install все вот эти пакеты. Вот. Напоминаю, что хсх install это всего лишь скрипт, который оборачивает установку пакетов принятых для данной операционной системы. в данном случае у нас apt-get install просто происходит. Но оборачивает это таким образом, чтобы оно устанавливалось внутрь этого самого окружения. Вот все поставлено. Вот. ну давайте посмотрим. Вот эти хсх файл. Помните, мы их только что ставили. А вот либо санец девел, который мы ставили. А где-то тут еще должен быть iMake, который мы ставили. Ну, в общем, все они тут есть. Вот. Пробуем еще раз. Давайте мы вот так вот сделаем. перед нами лог сборки пакета. Он довольно длинный, но короткий. Первое, что выполняется, это стадия prep, стадия развертывания. Она состоит из развертывания архива. Вот он. Патч не его. Первый патч наложили. Второй патч наложили. давайте посмотрим, как это устроено в спеке. Prep. Стадия развертывания. Setup минус q это такое волшебное слово, которое говорит, что возьмите исходник, разверните его и ожидайте, что каталог после развертывания окажется каталог под названием name минус version, туда перейдите и там работаете. Это сделано для того, чтобы каждый раз не писать одно и то же. Тар, xvf, имя файла, cd, имя каталога. Для подавляющего большинства исходных текстов исходник в архиве именно так и выглядит. то есть он именно после распакования оставляет после себя каталог с именем имид дефис версии. Поэтому когда написано просто setup, это означает, что RPM при сборке ожидает, что после развертывания единственного торбола с исходниками образуется каталог под названием name version и в нем будет происходить все безобразие. Примерно такой же уровень умолчания в патч 0 и патч 1. Патч 0 означает применить патч 0. с ключом минус P0. А патч 1 означает примить патч 1 с ключом минус P1. Почему здесь P0 а тут P1? Потому что эти патчи делались в разное время и одно время я предпочитал напрямую делать руками, а потом я начал просто гид использовать. Помните, я вам показывал, как с помощью гид изготовить хороший патч. Вот второй патч я бангую, что изобретен с помощью гида. Давайте это патч 0. Да. Нет. Ни один из них не сделан с помощью гида. Ни один из них не сделан с помощью гида. Оба из них сделаны вручную, просто я скопировал каталог и сделал div минус r и, соответственно, видите, тут теклок, тут теклок. ну и ладно. Вангование мое не удалось. Значит, продолжаем. Итак, у нас сборка происходила интересно, а если я скажу вот так вот мне раскрасит или не раскрасит. Жалко. Тогда придется выделять ручками. Значит, сборка у нас происходила, вот здесь было развертывание и патчение. Вот оно произошло. Все. Сборка, развертывание, прошло успешно, исходное текство подготовлено к сборке. Дальше происходит сборка. Секция build. Если вы помните, в секции build были всего лишь два команды xmkmf и make. Вот. xmkmf это такая очень устаревшая тоже из прошлого тысячелетия команда по изготовлению make файла, но это что-то типа очень-очень древнего автомейка, только значит, написано не на m4, а на c и не командой gnu, а командой разработчиков xorg. Вот. В остальном это примерно то же самое. Там есть такой имейк файл, из него значит, вот это имейк файл, из этого имейк файла что-то делается. короче, xmkmf пожевал, пожевал, пожевал и породил make файл. Какой? Этот make файл является генератом. Давайте это посмотрим. я тоже опять же на этот раз совершенно безбоязнно вангую, что он генерат. Где происходило развертывание? В каталоге home slash rpm slash build. То есть вот здесь. Ой. Во. Как видите, ожидания оправдались, да, имя программы дефис-версия программы и вот тут исходники. И вот этот make файл, вот этот имейк файл это аналог нашего make файла m-a, а make файл это генерат. Давайте на него посмотрим. я вот считаю, что это он. Да, да, это генерат. Он сгенерирован из iMac. К сожалению, вся эта система, она довольно древнючая. Вы можете увидеть, что что-то знакомое, да, что-то знакомое, как-то похожее к каким-то штуки, но она в общем уже неактуальна. Я ее поддерживаю, просто чтобы можно было собирать вот такие античные программы типа teclog. Что там еще у нас есть? У нас есть man, у нас есть файл на c написанный, у нас есть бинарник, который собрался. Да. Как происходила сборка? Был запущен iMac, сгенерировался make файл, был запущен make, make, где make? Вот make. Вот он начал компелячить что-то. Обратите внимание, что ворнги какие-то полезли. Ворнги были на управляющие define типа bsd source, которые тоже уже устарели. Говорю, это очень старая программа. Вот. Man кто-то сгенерил прямо сам. Где тут? Ух ты! Обратите внимание на то, что ман генерируется с помощью припроцессора сишного. Из чего интересно? Где исходник? Неужто? вот declock man. Интересно, интересно. Давайте посмотрим. Я такое вижу первый раз. ну, ничего такого нету. Видимо, видимо, ну, не вижу я здесь ничего такого. Видимо, это генератор си-процессор не так интересен, потому что не так интересно, потому что там нету соответствующих define'ов, которые он тут устанавливает, ну и да бог с ним. Короче говоря, проект собрался. В этом проекте что есть? В этом проекте есть бинарник и man, и возможно документация к нему, если такова имеется. теперь его надо установить. И вот здесь мы подходим к интересному моменту. Куда вся сборка происходит с правами пользователя Builder. Пользователь Builder самый обычный пользователь, я бы даже сказал слегка хуже, чем обычный, у него вообще никаких прав, просто пользователь. Видите? Группа всего одна и вообще все всего одно. Вот. Значит, что бы мы не собрали, мы не можем это установить в систему, потому что это надо делать от рута. Но подавляющее большинство, если не все инструменты сборки, позволяют сделать то, ровно то, что у нас было в домашнем задании. А в домашнем задании у нас была задача собрать наш бинарник, как если бы он устанавливался в корень usrbin, usrlib, usrshariman и так далее, но установить его в какое-то левое место, давайте посмотрим. Значит, вот она, эта установка. Давайте посмотрим, как это устроено в спеке. О! Значит, makeinstall это макрос. Давайте посмотрим, что там такое. rpm-eval makeinstall. ничего интересного, за исключением того, что у нас есть утилита install, которая будет вызывать install-pr. Короче, это просто make. Make, install, дальше файл. А! Два таргета, install и installman. Да? Сначала вызывает target install, потом вызывает target installman, и в качестве destdir, то есть, куда мы устанавливаем, приезжает волшебное слово lpm-buildroot. Вот этот rpm-buildroot это на самом деле специальное переменное окружение, кстати, сейчас оно по-другому пишется, специальное переменное окружение, которое как раз и указывает вот этот временный каталог, куда мы будем производить установку. Давайте посмотрим, как это произошло в логах. Вот. вот секция install. Секция install. Создали build... Вот. Создали buildroot. Вот это вот, вот это и есть rpm-buildroot, который мы видели в спеке. Это мы уже видели. Install, installman два таргета, которые просто в моих файлах были написаны, сейчас я вам покажу. Destdir превратился в этот самый buildroot и фактически все, что делал вот этот makeinstall, должно было приехать вот туда, вот, 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 вот самое место. Давайте посмотрим, как оно это делалось. Вот происходит этот makeinstall. Он создал каталог bin, userbin и проинсталлировал туда бинарник под названием teclog. дальше. Он создал каталог man1 и проинсталлировал свежеобработанный при процессором teclog подчеркивания man в каталог usr-sharyman1 файл man1 Все. На этом собственно сборка закончилась. Вообще говоря, поскольку на этом сборка закончилась, давайте посмотрим сюда вот tmp вот можно было бы взять и даже не сюда давайте посмотрим а вот сюда rpm spec teclog spec вот эти файлы а именно в bin.dir наша утилита и в man.dir к ней man собрать из них пакеты и сказать, что всем хорошо всем спасибо всем до свидания. Ну вот она. Вот man вот этот самый наш teclog причем обратите этот man уже обратите внимание на то, что мы устанавливали обычный а его уже кто-то за нас закомпрессировал. Ну хорошо. Однако для удобства всех здесь присутствующих помимо бинарника teclog и мана к нему тут же в билдруте в специальном месте о в специальном месте отложилось дебаг-инфо к ну-ка давайте посмотрим насколько оно большое ну такое себе 11 килобайтов дебаг-инфо к этому пакету что это такое помните мы с вами когда разговаривали про дебаггер мы компилировали программу с ключом минус g кстати был там минус g минус g который сейчас давайте посмотрим минус a2 вижу минус g не вижу ну-ка нету а давайте сделаем дебаг-инфо пробуем отлично значит вот вам пожалуйста возможность управлять да значит что мы сделали мы взяли ну на самом деле тут минус a2 надо было тоже оставить зачем нам оптимизацию терять но и тем не менее мы можем вот здесь вот передать нашему мэйку сифлаги и они будут как бы он их воспримет потому что так написано мэйк файл давайте посмотрим еще раз на мэйк файл да не сорсис а билд вот он давайте поищем слово сифлакс ну не будет страпс а просто сфлакс видите какой-то генерат явный да нам нагенерировал вот он сидебагфласт всеобщен надо было сидебагфлакс передавать а не сифлакс видите давайте попробуем передать сидифлакс тогда у нас будет и оптимизация и это ну-ка 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 интересно же во шикарняк красота значит вот теперь правильно значит ну так вот вот мы собрали наш пакет теперь он еще и с дебагом вот и вот вот это более правильно я я почему я начал пересобирать потому что я не увидел вот этих исходников и поскольку теперь мы собрали наш пакет с дебагинфо этот дебагинфо был из него вынут положен в соответствующий каталог вот тут вот лежат три файла им соответствующий вот и исходники к этому тексту в смысле к этому бинарнику тоже были положены соответствующий каталог теперь если мы хотим воспользоваться захотим воспользоваться отладчиком для отладки вот этого слэш бин слэш теклока отладчик так собран в линуксе что он найдет дебагинфо в соответствующих каталогах и исходники тоже найдет если все вот эти файлы будут установлены в нашей операционной системе а эти файлы в нашей операционной системе установлены будут если мы установим пакет под названием теклок дебагинфо куда собственно они все и приехали вот сам бинарник вот этот он уже он уже без дебагинфо он очищенный видите стрипит то есть сначала мы собрали его с дебагинфо а при формировании пакета пришел искусственный мозг выковырил пострипал нам вот этот бинарник и переложил дебагинфо и исходники в другое место вот нет не sources а rpms вот собственно два пакета которые были собраны в результате работы сборки рпм один из них это собственно наш пакет который можно теперь ставить вот второй из них это пакет с дебагинфо который можно который можно поставить отдельно для того чтобы можно было отлаживать вот этот кстати сказать мы только что исправили сборку этой прекрасной утилиты она теперь она раньше видимо была без дебагинфо вообще можно можно добавить чинжлок и всякие такие штуки сделать вот хотите сделаем значит сейчас секунду вот этот пакет надо поставить хсх install ну просто иначе мне будет очень лень иначе мне будет очень лень самому вот вот собираем новую версию новую новый релиз пакета вот добавляем в чинжлок что мы что мы добавляем вот так вот добавляем в чинжлок новую запись которая говорит о том что сегодня я собрал этот пакет с более с релизом с увеличенным релизом в нем был дебагинфо а он состоял в том что вот тут вот давайте так сделаем вот тут вот мы ему просто передали новые флаги вот ну а дальше собственно все давайте еще раз его пересоберем я думаю что все будет хорошо вот но это еще не все значит прекрасно у нас теперь есть аж две версии наших пакетов смотрите старая и новая да релиз 6 и релиз 7 которые мы только что с вами изготовили точно так же у нас есть две версии SRPM которые изготовлены вот это это старая это новый ну на самом деле это он тоже слегка новый потому что мы уже успели модифицировать до того как модифицировали чейнджлок вот но фактически мы сейчас собрали новую версию пакет правда мы с вами еще не доехали до конца в рассмотрении того что происходило при сборке мы теперь знаем что после вот такой вот установки вот вот такой вот установки нашего бинарника и вот такой установки нашего мана как видите устанавливаемый файл тклок .1 а его кто-то искусственный мозг пришел и закомпрессил этим самым хз вот и точно так же здесь мы устанавливали бинарник обычный не пострипанный с дебагинфо а его кто-то пострипал а дебагинфо выковырил в отдельное в отдельное место вот то есть после того как был выполнен рецепт сборки пакета по успеху пришли всевозможные дополнительные инструментарии которые собственно сообщество разработчиков обеспечивают более удобный способ ну скажем так пакеты которые мы делаем с помощью этого инструментария они более надежные в них больше проверяется ошибок и так далее вот что происходило в этот момент происходило много всяких интересных вещей во-первых было проверено насколько наши бинарники вообще правильные а то мало ли как у нас сборка пошла в принципе мы могли собрать вообще нерабочий елеф пришел верифай елеф и проверил что он нормальный вот дальше а ну вот соответственно все нужные файлы которые нужно было закомпрессировать закомпрессированы видимо man в этот момент и был закомпрессирован дальше запустилась программа которая ищет провайды идея вот в чем поскольку пакеты имеют зависимость друг на друга и эту зависимость не всегда можно предугадать особенно если это библиотеки особенно если это какие-то инструментарии было бы неплохо иметь автоматического робота который скажем залезет в библиотеку и скажет так ну поскольку это библиотека она предоставляет такие-таки-таки-таки-то функции или поскольку это питоний модуль он предоставляет такие-то символы или ну короче говоря помимо того что провайдет наш пакет в спеке написанном нами да он проводит там пакет такой-то версии такой-то он может еще что-нибудь провайдить то есть предоставлять допустим какие-то символы под пакеты и еще что-нибудь такое вот та же самая фигня с рекуайрами рекуайрисами да наш пакет может хотеть для работы какие-то другие пакеты и мы в общем отсюда сидя на попе в общем не очень хорошо знаем какие именно ну то есть у нас есть догадки что наверно какие-нибудь иксы ему нужны еще что-то но пытаться вручную проделать эту работу довольно тяжело поэтому приезжает робот и говорит так сейчас мы найдем что тебе нужно для работы и как видите тут довольно много несколько скриптов которые смотрят на себе педа видимости плюс плюс или при процессе на наличие дебага инфо на библиотеке на хождение в модуль пам security на перл на питон и так дальше и так дальше и так дальше разные проверки прям пачка которые разглядывают файлы в нашем пакете ну вернее который мы собираемся положить в пакет на предмет того чтобы выяснить а какие еще зависимости потребуются для работы этого самого для установки этого пакета и вот вам пожалуйста список зависимостей ни одна из этих зависимости не является зависимостью на пакет ну потому что зависимость на пакет это как правило дело монтейнер а я хочу чтобы вместе моим пакетом остался еще один здесь скорее вот что нам нужна библиотека либо x11 а из нее нужны символы имена которых будучи закешированными за хешированными дает вот такую строчку это фишка конкретно от linux steam вот ее разработал и реализовал в общем гениальный программист Алексей Турбин который недавно скачался короче говоря в список зависимостей вставлены прямо все список список всех имен которые нам нужны от библиотеки либо x11 хорошая вещь если бы мы про это поподробнее говорили я бы сказал чем она гениальна но и так в общем понятно что если вот эта библиотека меняется а список функций у нее не меняется значит всем хорошо точно так же оказывается нам нужна еще библиотека либо xext а мы и не знали ну и у библиотеки липси видимо тут просто список аби который надо поддерживать все никаких других зависимостей не найдено и вот у нас сформированы пакеты давайте кстати посмотрим рпм query минус-минус провайдс ну скажем минус п ну скажем вот этот самый пакет с теклоком да ничего он проводит только теклок версия 2111 а вот есть requires вот все то что нам роботы обнаружили в этом пакете есть что это значит это значит что если я захочу сейчас этот пакет поставить систему то помимо него должны быть поставлены все пакеты которые предоставляют вот это проводят вот такие интересные штуки если так случится что нету пакет который проводит ну допустим вот это все пакет не поставится или что библиотека либо x11 не проводит того списка функций которые скрываются за этим хэшом все пакет не поставится давайте мы что сделаем мы уже собрали новый пакет давайте его оттуда вынем из хэшера cp хэшер chrute usr src rpm srpms alt7 сюда и rpms rpms вот x6 84 вот этот пакет у меня сейчас стоит теклок версии предыдущей собственно собственно alt6 а у нас уже есть alt7 его можно поставить давайте его поставим возьмем возьмем рута и в этом руте вот этот самый пакет и поставил вот наш авт не похож на который вам используется в дебяне потому что он умеет работать с рпм ими вот апт в тебя не работает с дебами от вальте работать с рпм ими и видите он взял сказал так знаете у вас уже стоит какой-то так лог кстати так лог это вот это вот у вас уже стоит какой-то так лог я значит его удалю поставлены вместо новый ничего давайте мы его у остановим и запустим не работает мы собрали плохой негодный пакет ух ты нет мы собрали хороший годный пакет не знаю что не так все нормально и как интересно давайте посмотрим так это не связано с я понял это не связано дать так мы запустим мы просто не будем сейчас разбираться почему у меня в операционной системе не работает вот дать такого запустим я думаю да шо ж такое-то чуть и не нравится все мне кажется я кажется знаю что 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 не так интересно как это как это лечится печаль какая ну вот ладно короче неприятно конечно но ничего не поделаешь я сейчас мы запустим руками там одного файла не хватает конфигурационного волнится секундочку вот этого файла не хватает сейчас делаем я его видимо удалил в какой-то момент а теперь а теперь вот вот они часики запустились извините конфигурационный файл потерял ну вот еще раз прошу прощения за тупеж как видите проблема была не в пакете а в операционной системе я просто потерял конфиг от этих от этих часов вот этот конфиг пришлось перегенерить вот вот они работают вот у нас установленный пакет новой версии собственно вот он да короче все вот аль 7 все 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 как полагается у нас осталось совсем немного времени на продолжение банкета но как видите собственно часть по сборке и пакетированию мы практически практически с вами оговорили за одним важным исключением давайте вот в это исключение еще раз въедем хотя куда нам далеко ходить не надо вот пакет который мы собрали вот он да давайте в него еще раз посмотрим rp минус qlp но обратите внимание на то что в самом пакете у очень узнаваемые линуксовые пути бинарник юсрбини ман юсршари манман 1 были бы там переводы был бы из шаре локаль ну и так дальше и тому подобное почему произошло так так произошло потому что мы при сборке выполнили тот самый трюк который был у нас домашнем задании в последнем мы взяли взяли собрали наш но об этом позаботился xmkmf так же как в случае авто тулсов автомейк заботится о том чтобы был правильный таргет не таргет а префикс по умолчанию он там неправильную сэр локал нам надо его переделать чтобы он был юср вот а вот xmkmf он сразу говорит что префикс у нас юср все хорошо давайте кстати посмотрим что это так вот то есть наш пакет а вот она да вот генерат который который сделал подсистема аймейка xmkmf знает что библиотека у нас лежит висар 54 инклюдник висар инклюд ман висар шаре ман ман один юсер шаре ман один ман ман один да и так дальше и так дальше и так дальше и там и бинарники тоже где-то лежат вот не вижу но они тут тоже есть верьте мне что-то не вижу а не тот не он до биндер цель весь проект был собран и в нем в исходниках носи время от времени использовалось это кстати совершенно не обязательно да но это использовалось что ну все вот эти значения вот могли использоваться скажем так если мы их туда пробросить к сожалению xmkmf это не не конфиг аж мысли это не конфигуре в нем он конфиг аша не геет так бы он сгенерал конфиг аж мы бы оттуда все перемен эти подним вот и при установке установка происходит вот в эти самые каталоги если бы мы были супер пользователем могли бы взять и прямо туда положить но поскольку мы не супер пользователи то при установке перед каждым таким каталогом приписывается слово дед и дир в результате наша установка произошла в нее сербин а вот в был друг наш тмп вот сюда там есть usa в нем есть лип дебаг это тип для дебага info в нем есть бин и там лежит ты клок и в нем есть чё там шаре man man один и там лежит монаде соответственно все что остается сделать при сборке из этого дела настоящего пакета это подобрать вот это дерево каталонов отрезать его по build руту то есть вот так вот вот собрать из него архив ну и напишка этот архив всякими дополнительными свойствами которые характерны для понятия пакет вот что с этим происходит дальше это уже совершенно другой разговор просто ну нельзя же вас держать в неведении дальше мне нужно вот этот свежесобранный свежесобранный мой пакет вот этот каким-то образом поместить в хранилище пакетов из которого собираются все наши дистрибутив потому что сейчас я его собрал прямо на конкретной машине прямо сейчас и и это в общем нехорошо все люди которые пользоваться будут этим так локом будут его запускать версия alt 6 а я буду запускать и вещи альти зачем старался тогда вот для того чтобы это сделать нужно обладать несколькими скиллами ну один из скиллов я вам продемонстрировал нужно уметь собирать рпм пакеты второй скил состоит в том что мы входим в контакт сообществом и добиваемся права на сборку пакетов в репозитории это не так просто как кажется но не так сложно давайте тут вот join вот для того чтобы получить право на сборку пакетов в репозиторий нужно стать нужно вступить в тим ну если еще это бальт линукс и вальт линукс тим если и еще то а тебе они начинают сделать тебя мантейнером вот ну и так дальше да вот во всех линоколог сообществах примерно одинаков все это устроено просто мы пожалуй самый большой если не единственный русское сообщество которое контролирует разработку наш процедуру принятия в тим она на русском написано вообще вот это я писал нет это не я писал это не я писал я писал все остальное вот не все остальное но я при просто сидел переписывать этот же что при этом получится при этом получится две вещи вещь первое ну помимо того что вы будете иметь право там записывать репозиторий и все остальное ваш пакет будет входить может входить в состав дистрибутива и стало быть все люди которые будут делать обгет на стол будут делать обгет на стол вот именно этой штуки вот дополнительно дополнительно складывание пакета в общей репозитории преследует еще одну цель вы наверное не заметили я этого не говорил потому что времени не было но вот этот самый хэшер давайте мы кстати поищем слово хэшер на тиме это тоже довольно такой вот краткое руководство справочник это плохой справочник просто руководство во как этим пользоваться вы управлять вот этим хэшер можете таким образом чтобы собирать создавать изолированное окружение неравное тому дистрибутиву который расход системе допустим у меня фос системе тот самый сидев постоянно обновляющийся а вы хотите собрать пакет для стабильной версии вы просто говорите вот сюда вот вписываете что у вас дистрибутив не является вот тут не написано а ну да тут не написано потому что потому что потому что у меня здесь посидев собирается короче вы вписываете ту ветку под который вы собираете и все у вас внутри этого самого хэшера заворачивается совершенно другое окружение с там допустим на платформе по 10 или что-нибудь такое на стабильном вот во вторых когда вы помещаете ваш пакет в репозиторий а вы не помещаете бинарный пакет в репозиторий никоим образом вы либо пересылаете туда вот этот самый срц рп на так называемую сборочницу скармливаете ей либо вообще вы пользуетесь хранилищем гид репозиторий в принадлежащем вам дают доступ хранилища гид репозиторий в сообщества и вы говорите дорогая сборочница собери меня пожалуйста пакет вон из того репозитория вон с тем тегом либо так либо так значит ну собственно и все обращайтесь к ресурсу сообщества он так и называется сборочница говорите собери пожалуйста пакет из такого-то репозиторий с таким татаром или я тут тебя закачал срц рпм подписал его срц рпм своей подписью электронный собери пожалуйста его в репозитории там с той стороны запускается точно такой же хэшер такой же точно без сети в изолированный один раз на ваш пакет привязаны к тому репозиторию про который вы говорите что вы под него собирается то есть вообще такой и собирает абсолютно такой же пакет как вы собирали никаких по идее конечно в идеале никакого различия между сборкой на вашей локальной машине сборкой на сборочница быть не должно это гарантирует во-первых тот факт что вы ставите каждый раз разворачиваете сборочное окружение из чистого репозитория вот и при этом из одного и того понятное дело что в случае роллинга за это время туда что-то могло набежать но это понятно главное что сборка происходит в изолированном окружении в которой ставится только то что нужно этому данному пакету мы с вами это ставили руками но понятное дело что поскольку вот сейчас я на русский от период ритм кури минус минус и рекваят вот поскольку у мы сами только что вписали в не писали мы уже уже было вписано в сборочные зависимости сборочные наличие вот этих пакетов сборочном окружении понятное дело что сборочный ничего не стоит их пасты более того когда пакет будет собран он пройдет дополнительное тестирование в в окружении того репозитория для которых собирается дополнительно тестирование это значит во первых вы попытаются установить а то вдруг он не устанавливается вообще во вторых посмотрят вычисленные зависимости если внезапно он начнет требовать чего-то чего в репозитории нету вы здесь не знаете полный список всего что есть репозитория сборочицы знаем если ваш пакет внезапно затребует чего-то какую-то он будет реквайрить чего-то что вообще никем не проводится ваш пакет в репозитории не пропустит долгое недо сравнительно недолгое ну там года наверное два время у нас было такое правило что в репозитории количество анметов то есть реку арментов когда пакет рекварит что-то чего в репозитории нету количество анметов не увеличивается то есть если бы она есть некий список этих анметов и этот список не может быть увеличен понятное дело что в какой-то момент этот список стал стал равен нулю и теперь у нас анметов вообще нет репозитории потому что при попытке поместить туда пакет если анметов возникают нам говорят такой пакет собрать нельзя это неприятность возникает тогда когда вам нужно обновить какую-нибудь библиотеку и соответственно новой версии библиотек прожидает дикое количество обменов ну или там скажем питон обновить но значит вам нужно в одном задании пересобрать сразу несколько пакетов чтобы по результатам сборки вас опять получился хороший годный репозиторий в котором опять анметов нет и вторая проверка вернее 2 группа проверок на всякий контроль качества пакета правильно ли вы свои каталоги есть ли какие-то значит неправильные символы может у вас там не знаю рпад какой-нибудь страшный затесался из летула приехал который в котором хранятся хранятся пути к тому месту где вы его собирали просто забыли почистить и так дальше и так дальше и так дальше эта штука называется этих сучек и очень много короче говоря в результате получается программный продукт оформлен в виде пакета пригодного для установки как мы сейчас делали размещенный в репозитории и достаточно хорошо проверены чтобы мне например все свои машины за исключением боевых серверов держать исключительно на роллинг то бишь на связи а не на релиз но потому что мне так удобнее я ощущаю как бы вас что у нас равно как бы себя на переднем крае такие дела как видите это была попытка пересказать курс о сопровождении пакетов в linux за одну лекцию вот надеюсь что этот пересказ был не лишним и возможно когда нибудь мы этот курс устроим вот потому что как вы понимаете то что у нас сейчас произошло это было скорее сгор про разработку про то как устроен программный продукт вот а разговор про пакета мы начали только когда стали говорить про установку все это видимо все что я хотел сказать про в этом семестре да значит мы дошли до стадии когда пакет оформлен виде пакеты устанавливается к сожалению сегодняшний разговор был скорее обзорным чем чем учебным но зато видно куда идти и вот пожалуйста значит есть ресурсы скажем если вы собираетесь взаимодействовать с дистрибутивами нашего нашего тима линук с тем да то пожалуйста есть ресурс на котором можно все это узнать ну и я тоже не последний ресурс если что так разумеется последнее разумеется то что мы рассмотрели это один единственный из миллиона возможных путей разработки программного обеспечения для linux вот разумеется в разных языках программирования разных системных разработки разных сообществах связанных с linux есть свои нюансы вот но понятное дело что объять их все мы разумеется не могли поэтому вот что получилось то и получилось мне кажется я рассказал все что хотел если есть какие-то вопросы задавайте их вот ну собственно последняя бла-бла было рассчитано на то что вы задали зададите если вопросов больше нету то мы с вами расстаемся до следующего семестра если буду жив и все пойдет как планировалось в следующем семестре у нас внезапно курс под названием как-то tcpip в linux ну короче ну да tcpip вливается практически аспекты организации сетей в linux так он называется вот ну собственно вот линейка linux будет продолжена примерно этим в следующем семестре поскольку больше значит больше у нас в чатике никаких вопросов не прозвучало таким образом всем спасибо всем до свидания до новых встреч в следующем семестре